Леггинсы со штрипками. Это не новый тренд, но тем не менее он все еще актуален. Сегодня рассмотрим, с чем носить такие леггинсы и кому они подходят. Для начала давайте вспомним, а что такое штрипка. Это петля, которая пришивается к нижней части штанины. В нее продевается ступня. Иногда создается специальная имитация. Как к одной, так и к другой штанине пришивается резинка, которая оснащена защелками. Леггинсы со штрипками прекрасно подчеркивают красоту фигуры. Они подтягивают живот и ягодицы. Также зрительно уменьшают объем бедер и талии. Такие леггинсы можно носить как традиционным способом, надевая с туфлями лодочками, либо босоножками иногда. Можно носить и необычным способом, надевая поверх обуви. Это могут быть ботильоны. Желательно, чтобы они были с острым носом. Если это туфли, соответственно, надеваем поверх туфель. Но если вы выбираете, скажем, обувь на сплошной подошве, то в данном случае штрипки заправляются внутрь. Если вспомнить немного истории, то еще в 19 веке такие леггинсы носили мужчины, которые занимались верховой ездой. В те времена женщины ездили на лошадях в платьях и садились они сбоку. Необходимости в таких брюках не было. Но со временем все-таки они начали копировать мужскую одежду. И так появились те самые лосины со штрипками. По-другому леггинсы. В настоящее время леггинсы со штрипками носят все. Это и девушки, которые предпочитают спортивный образ жизни. Там уже ориентир именно на спортивную модель. И те, кто предпочитает более удобную и практичную одежду на каждый день. Если вы хотите привлечь наибольшее внимание к эффектной яркой обуви, к ботильонам или туфлям, то рекомендую носить их в тандеме с лосинами. Лосины со штрипками. Таким образом, весь акцент прохожих будет сосредоточен именно на нижней части. Конечно же, в теплое время года носить можно эти лосины именно на голую ногу. Главное, чтобы была удобная и практичная обувь. Если мы говорим об открытой обуви, если это ботильоны, то, соответственно, носим поверх ботильона. Ну, а если у вас, например, лоферы, то в данном случае лучше надеть все-таки носки какого-то нейтрального цвета. Возможно, даже яркого. Если у вас, например, яркая курточка или сумочка, не обязательно, конечно, сочетать обувь с одеждой. Это уже давно не считается каким-то правилом, но, тем не менее, вы можете сделать яркий акцент на носки, либо на обувь. Особенно интересны леггинсы в тандеме с коктейльными платьями. Получится такой настоящий спортшик. Можно также носить данные леггинсы с кроссовками. Если, скажем, утром вы идете на работу, то можете накинуть белую блузку, жакет оверсайз. А если же вы вечером собрались в спортзал, то возьмите укороченный топ и какую-нибудь толстовку или худи. Как видите, в течение одного дня можно сменить два аутфита. И все с одними леггинсами. Дополнением к леггинсам станут кеды, либо оксфорды. Получится два абсолютно разных стилевых направления, но при этом не избитых и оригинальных. Прежде чем покупать данные леггинсы, обратите внимание на то, какой эффект они в целом оказывают. Кроме того, что я обозначила в самом начале, подтягивают живот, ягодицы, они укорачивают ноги. Если у вас от природы не слишком длинные ноги, то будьте аккуратны, особенно если вы носите с балетками или кроссовками. Ну а длинноногие красотки могут позволить себе абсолютно любую модель таких леггинсов. Если у вас проблемы с нижней частью, ну например, широкие бедра, чрезмерно выступающий животик, и вам это не нравится, то лучше носите с удлиненным верхом. Это может быть удлиненный свитер оверсайз, кардиган, либо туника. Если вы планируете носить леггинсы со штрипками в летний период, то лучше сочетайте с обувью на каблуке. Таким образом вы визуально удлините ноги. В какой цветовой гамме выбрать данные леггинсы? Лучше всего отдавать предпочтение темным оттенкам. Возможно, это темно-серый, графитовый, либо классический черный. С принтами лучше не покупать. Ну, во-первых, любая принтованная вещь, что касается низа, брюки, лосины и так далее, она визуально увеличивает вас. А во-вторых, очень сложно будет подобрать верх. С какой верхней одеждой в зимнее время года можно сочетать данные леггинсы? Практически с любой. Это и короткие пуховики, это пальто, шуба. Желательно, чтобы пальто и шуба были не длины макси, а, например, длина миди, либо чуть ниже колена, совсем едва закрывая колено. То есть, это удобная, практичная модель, которая сочетается со всеми предметами гардероба зимнего сезона. Если зимой, то, соответственно, лучше носить эти самые штрипки поверх обуви, как я уже говорила неоднократно. Ну, а если вы просто не хотите выделяться, просто используйте их вместо лосин, например, то можете заправить в сапоги с широким голенищем. Девочки, а как вы относитесь к леггинсам со штрипками? Иногда сочетаете с обычными повседневными вещами, используете для нарядных аутфитов, либо пока еще сомневаетесь, не знаете, подойдет ли вам этот тренд.